Незаконная свалка мусора и грязного снега разрастается на окраине деревни Анкудиновка. Отходы нависли над садовым товариществом, расположенным в овраге и готовы его полностью поглотить. Это очень похоже на ту самую схему, которую мусорные короли опробировали в садовом товариществе «Родник» в центре Нижнего Новгорода и гаражном массею в Превокском районе. Мусорные жулики покупали участок на краю оврага, принимали мусор, утрамбовывали его тяжелой техникой, овраг постепенно заполнялся строительными отходами в перемешку с бытовым мусором. И вот очень похожие действия жители деревни Анкудиновки теперь наблюдают у себя. Вот тот самый строительный мусор, который на протяжении лета сюда свозили на эту территорию, трамбовали. И весь овраг, вот вы видите, насколько поднялся. Мусор строительный в пластиковых мешках, сваливает все вниз вот туда вот. Ну мне кажется, что он там строит свалку, чтобы туда все валить, какие-то отходы, которые нужно утилизировать. Вот потом моей семье, моим детям этим дышать всем. Посмотрите, у нас рельеф местности вот здесь, видите, какой бугор. А дорога вот так была. Вот это все заложили сначала строительным мусором, и теперь все это постепенно. Вот дня три назад это бы здесь вот был край. Вот видите, здесь может быть и клеенка какая-то, что-то здесь, какие-то провода. Явно это откуда-то со строительной площадки. И вот в таком количестве все это свозится сюда. Посмотрите, здесь и деревья срезаны. Внизу у нас находится, называется механизатор. Они еще даже не знают, что когда придет весна, все это уплывет к ним. Как их свезет, неизвестно. Садовые участки, которые там внизу находятся, они просто превратятся в груду мусора и грязи. Но вот как только начался снег падать, что сюда стали уже камазами с утра и до позднего вечера возить снег. Он с песком, такое ощущение, что его где-то собрали. Непонятно, откуда его привезли. Непонятно, что в нем содержится в этом снеге. Снег он был и привозили. А для чего сюда привозили? Откуда, я не знаю. Мне вопрос не задавайте. Я просто античеловек, работаю и все. Понятно. До свидания. Местные власти заявляют, что о проблеме знают. Свалку зафиксировали, но хозяина никак не найдут. Нами было проведено обследование этого земельного участка, на котором выявлены были навалы строительного мусора. Нами в отдел МВД было отправлено письмо о предоставлении данных о собственнике земельного участка и его координатах. Соответственно, до настоящего времени эти данные не получены. После того, как данные будут получены, будет производиться нами дальнейшее разбирательство. Хотя ни администрация, ни полиция уже долгое время установить хозяина этой свалки не могут, мы отыскали его без труда. Он представляется всем сотрудникам полиции в отставке, говорит, что это не свалка, а будущий горнолыжный курорт. Замечу, что с человеком, представляющимся как хозяин этого участка, мы встречались дважды и каждый день ощущали мощный специфический запах. Планов у него громадье. Мы здесь организовываем горнолыжный курорт. Так что приезжайте все к нам. Мы поставим здесь кресельные подъемники. Вот. И все. И тут облагораживаем. Видите, мы облагораживаем территорию. Где будет горнолыжный курорт? Я просто не пойму, где вы собираете его разместить. Здесь деревья, там садоводческое товарищество. Там я выкуплю просто. Выкуплю дома. И все. У садоводов. Конечно. Сейчас я найду контакт садоводов и выкуплю дома. Напротив как раз вот это, то, что засыпали и снег, который навозили, находится как раз в нашей участке. Ну извините, это вот прям напрямую. У меня вон там участок. Вон там участок. Да вот ваша засыпанная площадка. Вот она, прям напротив. Понимаете? Не там, не там, а вот прям как раз. Она вон там. Вон, вон. Видите забор? Вон мой участок заканчивается. Видите забор? Металлический. Вот именно, что он у вас заканчивается. Так вот у меня выход будет. Вот смотрите, выход. Вот, свобода. Там даже домики не помешают никакие. Если даже не продадут этот домик. Он нас затопит и смоет. Вот и все, что мы боимся. Зачем вы сюда возите снег, Вал? Чтобы кататься людям можно было. Нет, но вы будете, у вас люди будут кататься. А что будут делать наши садоводы, когда по весне все это растает? Он по весне не растает. Он растает только к августу. Когда он большой, прессованный, то есть он очень долго будет таять. Тем более еще листва распустятся. Вот прежде чем что-то делать, все равно надо согласовывать такие вещи. У вас есть документы на организацию этого горнолыжного курса? Конечно, есть. У меня разрешение есть на введение зеленых работ. А горнолыжку в стадии разработки. Он говорит, разрешение, вот он уже вам сказал, что разрешения у него нет. Он будет его получать. Ну, а мне он говорил, что разрешение у него есть. Ну, человек меняет версии каждый день. То он говорит, что у него здесь будет гостиница, то он говорит, что здесь у него будет домик. Ну, в общем, непонятно, что здесь будет. Скорее всего, свалка. Ну, говорите, сделаю, сделаю. Но пока вы только замусорили эту часть. Ну, что мы видим? А больше работы не ведутся. А где тут замусорил? Я наоборот облагораживаю. А мы все время засыпали. Тут все деревья валялись. Тут бардак был просто. Посмотрите, сейчас что стало. Тут уже вы приезжаете на легковой машине. А раньше невозможно было пройти просто пешком. Соответственно, действует не в рамках закона, без разрешения, не целевой использованием земли. Если мне палки в колеса не будут вставлять, тут все развернется. Тут Анкудинский парк. Вот. И тут все будет хорошо. Будет здесь гостиница, кафе. Вот там вот будут домики. Вот там вот, видите, скажите. Вот там будут дома. А вот это здесь, видите, деревья. Здесь природоохранные зоны нам сказали. Здесь можно рубить. Я деревья не трогаю. Нет, деревья это фишка. Потому что это парк. Потому что я вот, я объясняю. Я даже с границы, где только не был. Нет деревьев. Везде вот просто вот, как в новинках. Просто это склон обычный, да, вырубленный. Вот я вот так вот проложу трассу. И все, между деревьев. Ну-ка, здесь можно между деревьев, когда здесь одни деревья. Это невозможно. Вы не переживайте. Палки в колеса не вставляйте и все. Этот Владимир Фоменков очень напомнил нам Артема Мюреля. Того самого персонажа, который еще в 2008 году начинал заваливать мусором садовый товарищ Стовородник. Он тоже купил участок на краю обрыва. Принимал за деньги мусор. Но свою причастность к этому отрицал. Поначалу вообще изображал полное непонимание происходящего. Мусор не мой. Тут не знаю сколько КамАЗов. Больше 150, короче. Вот этого говно. Извиняюсь, короче. Вот. А если вы хозяин, как же вы могли пропустить 150 КамАЗов? За ночь навозили. Да не бойтесь с тобой с участком. Вы чего? Господи. Иди вокстите. Иди теперь сажать. Вон котлован еще один, короче. Тотая, короче. Там пусть сажают. Я планирую, короче, дальше покупать один на четвертый участок. Дальше тот, тот, тот. И дальше, короче, по котловану. То есть купите все участки здесь? Планирую, да. Дальнейшая история садового товарищ Стовородник очень не смешная. Мурель и компания, понятно, что Артем Мурель был далеко не главным в этой мусорной истории, продолжали валить мусор на территорию рудника. И сады просто скрывались под толстым слоем мусора. Мусор свозили за деньги. Некоторые садоводы от безысходности соглашались продать свои участки. Другие продолжали бороться, но все было бесполезно. Правоохранительные органы и районные власти вроде бы реагировали, выписывали какие-то штрафы. Но свалка в центре города все росла и росла. И так более 10 лет. Потом выяснилось, что тяжелая техника, работающая на свалке, принадлежит сотруднице ГУВД Нижегородской области. Ее уволили. Прорабов и простых работников задержали. Сейчас идет судебный процесс. Ну а толщина слоя мусора на этой незаконной свалке в центре города к 2020 году достигла уже 50 метров. Экологический ущерб исчисляется миллиардами рублей. И рекультивация будет проводиться за счет бюджета. Интересная деталь. Когда в 2012 году на съемках очередного репортажа про родник нам в очередной раз угрожали сотрудники нелегальной свалки, представлявшиеся сотрудниками полиции в отставке, так вот еще тогда, в 2012 году, они заявляли, что действуют в интересах каких-то серьезных людей. И на месте родника, это практически центр города, будут построены многоквартирные дома. И вот сейчас появилась информация о том, что после рекультивации на этом месте действительно, скорее всего, построят многоквартирные дома. Какая судьба ждет садовый товарищ, что около деревни Анкудиновка, находящиеся во враге, это очень близкий пригород, прогнозировать сложно. Продолжение следует...